МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПОШНЯ ПАДІЯ В ОБЛАСТІ У МАТРЯЯЛАХ КОРЕСПАНДЕНТА У ТОЛЕ РАДОЮ КАМПАНИЮ ГОМЕЛЬ У СТУДЫЙ НАТАЛЮ ИХНАТІНКА ВИТАЮ ВАС ГЛЯДЗІТЬСЯ У ГЭТЫМ ВЫПУСКУ АБЛАСНАЯ ГАЗЕТА ГОМЕЛЬСКАЯ ПРАВДА СЁНЬ АДЗНАЧАЕ СТОХАДОВЫЙ ЮБЕЛЕЙ З ЖИХАРАМІ РЕЧІЦІ СЁНЬ АСУСТРЕУСЯ ДЭПУТАТ ПАЛАТЫ ПРАДСТАВНІКОВ НАЦІАНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ВІЦЕ-СПІКЕР ПАРЛАМЕНТА БАЛЯСЛАУ ПІРШТУК БРСМ АКАЖА МОЛАДІТА ПАМОГУ У ПРАЦІ У ЛАТКАВАННІ У ЛЯСНЫХ ГАЗПАДАРКАХ РАСПАЧАУСЯ СІЗОН СБОРУ БЯРОЗАВА ГАСОКУ СЁНЬ АСУСВЕТНЫЙ ДЕНЬ ВОДНЫХ РЭСУРСАУ А ЗАРАЗ АБГЭТЫМ І ІНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА У РАМКАХ ПРАВЯДЕННІ ДНЯ ДЕПУТАТА СЁННЯ РЫЧАДСКИЙ РАЙОН НАВЕДАУ НАМЕСТНИК СТАРШИНІ ПАЛАТЫ ПРАДСТАУННЯКОВ НАЦІОНАЛЬНОГО СХОДУ РОСПАВЛІКІ БЕЛАРУСЬ БАЛЯСЛАУ ПЕРШТУК У ПРАХРАММЕ ПАЕЗДКИ И ПРИЁМ НАСЕЛНІСТВА ПАСАБИСТЫХ ПЫТЕННІХ И НАВЕДВАННЕ ПРАМЫСЛОВЫХ ПРАДПРАЕМСТВАУ ОЛЕКСИЙ НЦИРОВ С ПАДРАБЯЗНАСТЯМИ ЗАВОД ПА ВЫТВОРЧИСИ ПЛИТ МДФ УВЕДЕННІ В ЭКСПАЛТАЦЦЮ ДВА ГАДЫ ТАМУ ПАКУЛЬ НЕ УСЕ УЧАСТКИ ЗАГРУЖЕННЫ НА ПОЛНУЮ МАГУДНОСТЬ АЛЕК ЭТА СПРАВА ЧАСУ ОСЕ ЯКИМ РАЗИ ПРАДУКЦЮ ЗАРЕЧИСА УЖЕ ДОБРА ВЕДУЮСЯ МАГУ ТРОХ ДЕСЯТКАХ КРАИН НЕ ГЛЕДИЧЕ НА ТОЕ, ЧТО ЗАВОД ПА ВЫТВОРЧИСИ ПЛИТ МДФ НЕЛЬГА НАЗВАЦЮ УНИКАЛЬНЫМ АНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕДПРЕЕМСТВАЮ И У ИНЩИХ РЕГИОНАХ БЕЛАРУССИ КОНКУРЕНЦЮ ТУТ НЕ БАЯТСЯ У РЕЧЦИ МЕСТОВАЯ ПРАДУКЦЦА ЗА ПОТРАБОВАННЫЕ У ШМАТЫ ЯКИХ КРАИНЫХ ЗАРАЗ НА СКЛАДАХ ПРАДПРЕЕМСТВА, ЯКОЕ ЗАЯВЛЯЮСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИМ АКЦИОНЕРНОГО ТВАРИСТВА ГОМЕЛЬДРЕВ ЗАПАСЫ ГОТОВЫЙ ПРАДУКЦЦИИ НАВАТ НИЖЕЙ ЗАНОРМАТЫВНЫЕ БАДАЮ САМАЯ ВЕЛИКАЯ ПРАБЛЕМА У ТЫМ, ЧТО ЗАВОД ВЫМУЩЕННЫЙ САМОСТОЙНО РЫЧЦИ ВАСЬ КАДРЫ БО ТАКОЙ ВЫТВОРЧЦИ У РЕЧЦИ РОНИ ПРОСТО НЕ БЫЛО НА ВОТ ЗАРАЗ СТУТ СВАБОДНЫЕ КОЛЯ СРОРКА ВАКАНСИИ И ЯСЩЕ ДНА ЛИЧБА, ЯКОЕ ГОШЕВАЯ КЕРАНИСТВА ГОМЕЛЬДРЕВАМ СЕРЕДНЯ ЗАРАПЛАТА ЗА МИНУЛЫЙ МЕСЯЦ НА РЕЧЦИ СКЛАЛА КРЫХУ БОЛЬШЕ ЭК ПЯТСОТ РУБЛЁВ, АЛЕ УЖЕ УСАКОВИКОЙ ИНО ПОВИННО ПОВИЛИЧИТСЯ, ПОЧЕМ ГЭТО БУДУЦЬ ЗАРУБЛЕННЫЕ ГРОШИ НА ЗАВОДЕ ПО ВЫТВОРЧЦИ СИПЛИТ МДФ, КАЖУТЬ О ПОЧЕКАЕМОМ РОСТЕ ОБЁЕМУ ВЫТВОРЧЦИСТИ Если мы уже практически вышли на те объемы по шлифованной плите, которые должны быть, то по ламинированной плите, по напольным покрытиям здесь еще предстоит большая работа. Точки есть, рынки тоже есть, над ними работаем. Как я уже говорил, 29 стран это был экспорт, плюс Беларусь это 30 стран, где отгружалась продукция этого завода. И еще одна встреча у наместника старшинной палаты представников Национального схода Республики Беларусь Балеслава Перштука у редакции районной газеты Дня Провиц. Размова пытаясь самым головным ситуацией экономики, в этом году депутаты плануют разглядеть 45 законодательных актов. Державно-приватное партнерство, деятельность инновационных фондов, закон об инвестициях, антимонопольное регулирование. Балеслава Перштук Пиракананы выстяюсь с любой складанной ситуации. Головное не драматизовать ее. Гэта, до речи, тычется и пытание, у яке сегодня активно обмерковывается. Росту зарплаты и прасовладкования. В центре занятности состоит примерно 490 человек. Примерно столько же вакансий имеется в городе. Конечно, они невысокие в квалификации, эти места. Понятно, что там зарплата невысокая. Но если у человека абсолютно трудная ситуация, то я считаю, что надо идти на работу даже там где 300 рублей сегодня платят или 400. Есть вакансии в сельской местности, хотя это тоже тема остро стоит. И есть вакансии в бюджете, в бюджетных организациях, детские сады, школа. Мы должны выполнить поручения до 1 мая. Мы должны всех, кто официально зарегистрирован, конечно, обеспечить. Как минимум предложить ему рабочее место. Дело каждого гражданина. Как он, согласится или не согласится. Но мы подберем. И я вот убедился сегодня. Специалисты райисполкома уверенно подтверждают, что они с этой задачей справятся. Алексей Тюров, Игорь Мариченко, телерадо-компания «Гомель» с Речисы. Старейшая друкованная выданья «Краины» и областная газета «Гомельская правда» означает сегодня 100-годовый юбилей. Со святом ее коллектив повиншовал президент Беларуси. По популярности и тиражи, ваше выданье – одно из лепших у региональной периодыцы. Стабильная аудитория читачоу – вельми значный капитал, який вы мкнетесь захавать и повеличить своим профессийным амайстерством, означал Александр Лукашенко. Непосредственно урочистости пройдут 24-го саковика, а поколь журналисты подрихтовали не зусим звычайно святочный 28-сторонковый номер. Наши корреспонденты наведали редакцию. Апошний хвилин верстки юбилейного номера. На 28-сторонках «Гомельская правда» выходила и ранее, але на этот раз принципово інший подход. По сути, читачи отрымают одразу некальки газет. По-перше – докладную копию тысячного номера выданья. Урешті цікаво доведаться, об чим писала газета у тые часы. Плюс «Правда деце» – это проект, який «Гомельская правда» реализовала звучнями 14-й Гомельской гимназии. А трымалася нечто на кшталт журналистской эстафеты. Аб сучасным житті «Голодной областной газеты» рассказали школьники, які об профессии журналиста яше только марать. Это была инициатива самой гимназии, наставница русской мовы и литературы Жанна Жадейко. Шмат годов является сябром нашего выданья и давняя наша поспишчица, и популяризатор «Гомельской правды». Вот и она сама пропонавала такий проект сделать, чтобы дети, люди, которые учатся в 10-м классе в гимназии, повиншували областную газету, свою любимую газету, которую они сами выписывают с батьками разом, с таким юбилеем, с тагодзем. Дарыш, юбилейный номер «Гомельской правды» будет 23 616-м. Миновата стольки разов выходила газета за свою 100-годовую историю. Правда, сучасную назву и она отримала у 1938-м годзе. Спальшатку – известия Гомельского совета рабочих и солдатских депутатов. Потым были известия Революционного комитета города Гомеля и уезда, Путь советов и Полесская правда. И такая лишьба, по якой можно мерковать об дзейности газеты. Только за минулый год ее архив пополнили амаль 20 тысяч фотосдымков, зробленных во всех районах в области. Але зараз только другованным выданям журналисты уже не обмяжовываются. По сутности, сучасная Гомельская правда – это холдинг. Недзе пять гаду таму тут открыли уласный выдавецкий дом. Летось вышла у эфир «Правда радио». Гэта, кажуть, потребование часу. По іншому сёння уже нильга. Сегодня востребовано уже не только печатное слово, но слово, в принципе, вообще востребовано – электронное слово. И мы это почувствовали. Поэтому открыли радио. Я не исключаю, что формат телевидения на нашем портале тоже будет присутствовать довольно активно. Поэтому сама жизнь подсказывает нам что-то открывать. Если мы открыли пять лет назад издательский дом «Гомельская правда», мы не пожалели, потому что это помогает нам экономически, финансово жить. Олег Сенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». И у протяг святочной темы. З на годы 100-годового юбилея у газета «Гомельская правда» сёння провела цікавую доброчинную акцию для жихаров областного центра. У девяти городских троллейбусах с логотыпом старейшего выданья Беларуси был организованный бесплатный проезд. До того ж усім пассажирам гэтых маршрута у супрацовники «Гомельской правды» раздавали святочный выпуск газеты. Доброчинная акция проходила с 7.30 до половы девятой годины. У так званую годину пик, коли люди спешаются на учебу и працу. На вину про то, что проехать можно абсолютно бесплатно, читаючи при этом свежий номер газеты, горожане успрыняли с энтузиазмом. А тому и сами выказали самое широе и теплое пожадание у адрес «Гомельской правды». Удачи, чтобы все было хорошо. Хорошая газета. Все-таки 100 лет. Это надо. Желаем успехов дальнейших, чтобы все получалось. Чтобы дальнейшим прочитало и радовало гомельчан. Протягиваем выпуск. БРСМ окаже молоди допомогу у працу «Латкованні». Специальные гарачи линьи начали работу при территориальных комитетах Белорусско-Республиканского союза молоди. С просьбой об оказании садзейничанья у працу «Латкованні» можно звертаться по телефону у «Гомелі» 57-14-00. 25-го и 26-го соковека так само будут организованы приемы молодых людей у территориальных комитетах. А кроме того, молодежная лаборатория социологичных доследований у БРСМ обвестила в запуску нового масштабного республиканского доследования. Сюняшнего дня по третьего красавика во усіх регионах пройдет социологичное опытание. Его мета – выучение становища молоди на рынку працы. Лесные господарки распачали сбор БРСМ. Наш корреспондент Ганна Ковалева подзекавилася планами нарыхтовщиков, а заодно доведалася, як робить гэта правильно и что погрожает тем, хто гребует потребованиями Лесного кодекса. Пять день тому Макеевское лесництво перетворилося у плантацию по сбору БРСМ. Правда, окрім специалистов установы, у лес накеровались и приватные нарыхтовщики. У многих гаях можно знайсти их нехитрое процтосование. Многие у погони за власной корыстю наносят шкоду природе. Хоть потребования Лесного кодекса простые и вакональные. БРСМ выбирають по толщине и взросту. Ей повинно быть не меньше за 65 годов, а дияметр повинен перевышать 20 сантиметров. Наприклад, тут заденеш на амаль 90 таких дреу корыстный напой, капая у специальные пакеты. У день отремливается собрать до 900 литров. Сбор соку иди по усіх правилах. Зарез не должен превышать, вот если бензопило и делается зарез, он должен не превышать 4 сантиметров глубину. В данном случае береза подсочена, клинок вставлен, запил сделан, привязываем мешок и ждем, пока сок натечет. А трамать информацию об участках лесу, где растут продатные древы, можно в лесгасах и лесництвах. Каб на их территорию, сбирать сок, необходимо вернуться в ГТ-установы с пашпортом и написать заяву. По правилам заготовки второстепенных лесных ресурсов, березовый сок заготовляется только в тех участках, в тех выделах, которые назначены в рубку в будущем. Просто все же наносится какая-то порча дереву, потом в эту же прорезь может попасть грибок какой-то, и дерево будет болеть, в конечном итоге оно высохнет. Поэтому используем только те выдела, которые будут в рубке потом. За порушение правил предугледженных штраф до 20 базовых величин, работники Державной лесной аховы ведут строгий контроль. В этом им допомогают фотопастки, их в гомельских лесах около 200, и место размещения периодично меняют. Дякую, что этому затриманы уже двое порушальников, або два в гомельском районе. До речи купить лесництву уже собранный сок не только больше правильно с пункта угледжения закона, а и танно. Один литр каштует 13 копеек. Гэтой махчимостю уже скористалися многие жахары в области и набыли в лесництвах амаль 60 тонн соку. А гэта прикладно 12 процентов от усягу объема, собранного на гомельщине в этом сезоне. Приехал первый раз. Считаю, что лучше купить сок, чем платить штраф, портить деревья. Взял бы 60 литров для детей самому пить. Будем закрывать в банке. Остатние литры отправляются на заводы. Увагуле в минулом годе на гомельщине нарахтовали 1070 тонн. Все лето плануется собрать на 200 тонн больше. Правда, в этом выпадке работники Лязгаса уробят оховорку. Зарабить их это отримается при сприяльных умовах на дворье. По попередних прогнозах сезон завершится у початку красавика. Ганна Ковалева, Максим Славян, Толерадо, компания «Гомель». Сгодно с решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сегодня означается Сусветный День Водных Ресурсов. Его головная задача – ясно разнагадать усім же хорам земли об великой важности воды для поднимания життя на планете. Стан водных ресурсов у Гомельской области. У материале наших корреспондентов. Гомельская область – моя самая великая запасы поверхневых вод у Беларуси. В залежности от климатичных умов, что годовые объемы воды у реках региона вагаются в межах от 35 до 46 миллиардов кубометров. Пришим для потреб предприемства и насельства сегодня выкорыстовываются не больше, как 0,3% этих запасов. Еще одна количество, на которую звертают увагу областным комитете природных ресурсов. Водоемы в области становятся больше чистыми, при том, что теперь якость воды оценивается не только по химичных, а и по бактериологичных показчиках. Большинство водных объектов Гомельской области – бассейны реки Припять и Днепр – по гидробиологическому статусу оценивается состояние этих вод как хорошее и отличное. Даже довольно проблемный водоем – это река Водоток, это река Уза в районе города Гомеля имеет статус хорошего водоема. Поляпшение стану воды тлумачится перш за все проведением природооховных мероприемствов. Летесь, например, притягнули кредитные ресурсы Сусветного банка для будовництва новых очищальных сбудований в Урагачеве. При этом все стековые воды с предприемства обовязково контролируются лабораторными службами Минприроды. До речи, об якости воды можно мерковать еще и по наявности в водоемах рыбы. Мы – государственная общественная организация, одна из немногих, которая занимается зарыблением не только своих водоемов, которые у нас в аренде, но и водоемами фонда запаса. Занимаемся, зарыбляем за счет средств, собранных нашей организацией с охотников рыболовов. Только за минулый год белорусское товариство поляуничных рыболовов выпустило в водоемы амаль 30 тонн рыбы на 200 тысяч белорусских рублев. Якость воды дозволяя сподеваться, что эта рыба не загиня. Правда, под Аховой сегодня находятся не только реки и озера. У Гомеля, например, вся пятная вода выключена с подземных крыниц. Кольки воды находятся под землей, докладно невядомо, але и разведанных запасов хопится не на одно десятигодде. Используется от этих запасов подземных вод около 30%. Это от разведанных запасов. То есть обеспеченность всей области идет из подземных источников для питьевых нужд. Для производственных нужд используется поверхностный сток. Олег Сентяров, Максим Савин, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». У субботу 25-го саковика пройдя акция «Годзина земли». Все лето лозунг экологичного мероприемства «Меняй себе, а не планету». Самый простый способ долучиться до акции – отключить электроэнергию о полове 9-й годины вечера. А кроме того, на годину погаснет подсветка администрационных будинков и гандлевых центров. У минулым годе у акции приняли удел 172 краины. Беларусь так само не засталася у Баку, а что у годовой международной падеи. И до инших тем. Компания МТС реализует у «Гомельской области» новый социально-аддукационный проект «Дети у интернете». Его мета – навучить школьника у молодшых аузросту беспечным поводинам у глобальной сетцы. Самым активным педагогам-волонтерам проекта – простонники компании МТС в урочистой обстановке уручили каштоуные подарунки. Под обязанностью у наших корреспондентов. Социальный образовательный проект по компьютерной грамотности среди школьников младшего возраста «Дети в интернете», реализуемый компанией МТС, запущен во всех областях нашей страны. В Беларуси его участниками стали уже порядка 2000 ребятишек. В «Гомеле» около 100. Осваивать азы безопасного поведения в мировой паутине малышам помогают специально обученные педагоги-волонтеры из числа школьников старших классов. Евгения Сударенко и Дарья Хрущева к новому проекту компании МТС «Дети в интернете» присоединились несколько месяцев назад. С неподдельным интересом и огромным удовольствием они проводят занимательные тематические уроки для учеников младшего возраста. Рассказывают и наглядно показывают, как правильно искать нужную информацию в интернете, что делать, чтобы не заразить систему своего компьютера опасным вирусом, и постоянно напоминают о правилах этики при общении в социальных сетях. Чтобы максимально вовлечь мальчиков и девочек в полезный образовательный процесс, Женя и Даша используют специальную красочную презентацию, игры и исключительно живое общение с детьми. Я считаю, что этот проект, он очень многого достигнет, потому что дети на самом деле действительно активно очень обсуждали с нами тему интернета, одноклассников, ВКонтакте. И большинство из детей действительно считает, что интернетом как можно и в негативную, так и в положительную сторону пользоваться. Ученица средней школы номер 21 города Гомеля Евгения Сударенко и ученица Гомельской 10-й гимназии Дарья Хрущева признаны самыми активными педагогами-волонтерами первого этапа проекта компании МТС «Дети в интернете». И это совсем не случайно. Обеих девочек объединяет терпение, понимание и уважительное отношение к своим ученикам. Мы охватили все третьи и четвертые классы в нашей гимназии, провели эти мероприятия. Детям было очень интересно. Проводили это в игровой форме. Также у нас в планах провести еще мероприятия эти первые и вторые классы и посетить детский сад. Лучшим волонтером социально-образовательного проекта «Дети в интернете» Евгения Сударенко и Дарья Хрущева и представители компании МТС вручили ценные подарки. За свой добросовестный, а главное полезный и нужный труд школьницы получили модные гаджеты и памятные сувениры. Эти необходимые в учебе вещи станут своеобразным стимулом для дальнейшей волонтерской деятельности. К слову, проект компании МТС «Дети в интернете» еще достаточно молодой, но весьма перспективный. Организаторы надеются, что в скором времени подобные уроки интернет-грамотности придут в каждую белорусскую школу. Обучение интернету, обучение безопасности в интернете – это очень важная социальная миссия, которую мы, как компания, предоставляющая услуги связи, считаем возможным донести до людей, чтобы помимо того, чтобы они думали о том, сколько они потратят на связь, они еще и думали, как сделать так, чтобы это было безопасно. И мы также будем продолжать этот проект. Мы будем набирать волонтеров новых, создавать новые группы, чтобы как можно большее количество деток понимало о том, что безопасность в интернете – это очень важно. Вероника Ворошилина, Сергей Негиревич, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодняшнего дня мы распочинаем трансляцию у нашем эфир информационной программы «Специальный репортаж». Вы доведаетесь про самое значное и цикавое падение жития краины – у тем лику от наших минских коллег. Глядите одразу после новинов. Белорусские пограничники усмотнили меры безопасности на державных межах. Тым часом правоохоуники протягивают высветлять усе подробностей, связанные со спробой прорыву праз белорусско-украинскую мяжу. Затрыманными проводятся усе необходные следующие дейни. Нагадаю, ночь с 19-го на 20-го соковика у пункте пропуску Александровка трое невядомых спробовали здеснить прорыв праздержавную мяжу. Каб спынить порушальников, пограничникам нават пришлось открыть стральбу. Двое зламысников были затрыманы, третий знаходится у вышику. Як высветлилася позднее, на территорию Беларуси невядомые спробовали провести целый арсенал зброи. Больше подробязно про то, что было конфисковано у порушальников, расскажет корреспондент агентства «Талиновина» Юрий Шаучук. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин